Гости передачи, депутат Госдумы фракции КПРФ Александр Ющенко, координатор гуманитарных проектов боевого братства Мэй Думы. Сейчас вроде не так уже много народу, вроде ходит нормально лист. Это правда. Но я сегодня в 5 часов поднималась вообще одна, никого не было. Это правильный лист. 5 вечера. Ну, я около пяти пришла. А меня Вика прям сразу подхватила. Так, ну что, будем танцевать? Как хорошо, что вы пришли. Как я рада вас видеть. Пять секунд готовность, это же прекрасно. Вы бы справились. Я не сомневаюсь. Пистец. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вот я давно хотела узнать, какую тему мы не должны с нами крыльями? Нас же любят говорить, что всякие яркие события отвлекают народ от главного. Вопрос. Я в последнее время так получилось, что там для одной лекции читал много про 17-й год. И у меня возникло тоже такое ощущение, что воспоминаний и политических документов осени 17-го года, что они как бы все отвлечены. Что, кстати, не исключая части большевиков тоже. Что все, что произошло, произошло, как бы в ситуации, когда все занимались чем-то другим. Так. Разными вещами. Не говоря уже, что она просто нормальная жизнь, и кто-то в театр ходил. Ну, а вообще-то говоря, там, видит сны, были о конфискации частных автомобилей у всех владельцев, которым было сказано пригнать все эти машины на Дворцовую площадь, где в то время сейчас собирались просто уже матросы занимать дворец. Потому что, значит, правительству нужны для важных нужд, правительству, естественно, нужны автомобили. У нас то, у меня ощущение, что нас отвлекают от того, чего, в общем, сами не знают. А, как бы... Нас отвлекают, поскольку сами это... И у меня даже возникло такое странное ощущение... Вот суши там, в Алдайске, в Довичной всей России одно время. А, ну, точно, точно под 90. Даже его портретики рядом мужики с иконками ставили, хотя совершенно не знали, за что, ну, просто... Но потом как-то так все не так пошло. У меня вдруг возникло ощущение, что какие-то речи, которые вот произносятся на высшем уровне, очень похоже на выступление Александра Федоровича, к которому я очень хорошо отношусь вообще. Но, конечно, никому не посоветую брать его в учителя политики. Ну, как человек хороший. В общем, хотя мы не знаем, что... Вот. Так что у меня ощущение действительно, что кто... Нет, причем точно. Что я интересовал. А сегодня, ну, в общем, тоже налетчики только, как бы, из судебно-следственных органов. Которые, потому что вот по каким-то... Ну, в том числе они налетают даже друг на друга, да, как мы видим. То есть, видимо, там есть из-за чего, так сказать, в 17-м году шуба, как бы, издалека сияла. Ну, у нас сейчас есть тоже какие-то вещи, которые вдруг воссияют внезапно где-то в интернете. Ну, да. Привлекают внимание всяких... Ну, да. Таких разного вы показывали. Понимаете, это не это главное. Главное то, что идет такая... А внизу идет жизнь. В той степени, в которой удается вести, значит, в промежутках между административными бомбардировками. Вот так люди, как бы, перебегают быстро и кое-что успевают. Ну, почему? Немало. Так, может, так и надо жить? Не обязательно все за 15-й год заканчивается в 17-м. Ну, так, конечно, надо жить с точки зрения того, чтобы потом великим писателем будущего было, что писать в «Хождение по мукам-2». Да, значит... Ну, вообще-то, говорю, жить так не очень уютно. Ну, а скажите мне, пожалуйста, а как Путин это делает? Вот какая технология, какова технология вот этого вот с одной стороны, ну, действительно растет любовь. Вот именно любовь, не там поддержка политического, там политической линии, ничего-нибудь. А страна встала с колен, все, вот он прекрасный, он может говорить все, что угодно, все, что скажет, будет хорошо. И мне кажется, что рейтинг... Я учился в школе в Одессе. Был один анекдот, он не очень прилично, я его рассказывать не буду, но там был такой рефрен, значит, так сказать, где муж спрашивал, так когда мы будем есть? А она ему отвечала, значит, позавтракаем любовью. Вот, понимаете, любовь растет, потому что она может удовлетворяться. Вот, если она удовлетворяется картиной, жестикуляцией, сюжетом, то на сцене, тем более, смотреть-то особо некому. И он говорит, да, то вот и все, вот и прекрасно. А остальное-то не растет, а, в общем, скорее падает. И все... Всем пропрезидентским силам страны не поднять того, с чем каждый обходится без своего Пескова. То есть, как бы, понимаете, здесь поэтому, я думаю, остается любовь, остается любить. Любить, любить... Вот огромное количество специалистов, экономистов, политологов, там, специалист международников всевозможных, ну, таких как бы не кремлевских, а просто вот частно практикующих, что называется. Вот здесь ошибка, вот здесь надо было, значит, подумать. Вот тут вот нужно быть специалистом, чтобы понимать, как все сложно. Вот эти вот графики нам демонстрируют то-то и то-то. Партнеры у нас тоже разбегаются каждый день, там, от каких-то очередных каких-то выступлений, заявлений и так далее. Чего добивается вот этой вот любовью руководства? Оно как может компенсировать все вот эти поделки? Или оно их вообще не видит? И не прислушивается никаким экспертом? Я не думаю, что... Кто-то чего-то не видит. А если он говорит, что не видит, он врет, скорее всего. Нет, все все видят и наверху, и внизу, и посередине. Но они же понимают, что любовь не может кормить вечно. Не может, вечно так никто же на вечности не рассчитывает. Да, рассчитывают на перебиться. Произошел, так сказать, ИГИЛ в Сирии, то, что мы делали сейчас, вот, вторую зиму на Восточной Украине. Да, было бы как-то скучно всем, да. Мы опять бы рассказывали про борьбу с силами света, с силами тьмы. Я думаю, даже Стрелков бы не выдержал уже. Но он и не выдержал, собственно говоря. Мы продолжим этот разговор. У нас в студии политолог Глеб Павловский. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Реклама! Как раз про то, что... Мы могли бы спеть вон в студии, или попросить звезд эстрады исполнить задорную песню. Но престиж оборудования не позволяет вести себя столь легкомысленно. Что? Только... ...и строительное оборудование премьер-класса. И она нас, как-то будет выдерживать в ВАУ. Там будут показывать, как мы всем помогаем, самые добрые, террористы. Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. После 14 часов программу «Дневный разворот» ведут Дарья Пещикова и Андрей Пызняков. Говорят, женские голоса очень похожи, и различить их бывает совсем непросто. Мы, Дарья Пещикова и Екатерина Конакова, попытаемся в этом помочь. Каждую неделю вместе с вами выбираем самые важные события с участием женщин. Говорим о тех, кого не знать просто невозможно. Примеряем на себя и своих близких характер и великих женщин, которые оставили свой след в истории. И, конечно, обсуждаем новые лица. И все это для того, чтобы в очередной раз убедиться. Женщина – это не только глянец. Это еще и не глянец, о котором мы обещаем вам рассказать. По четвергам после 16 часов слушайте программу «Не глянец» с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой. В четверг после 19 гость программы «Особое мнение» – журналист Максим Шевченко. Особое мнение в четверг после 19. В этот четверг эксперты программы «Кейс» Юлий Гусман и Юрий Кабаладзе. «Кейс» в четверг после 22 часов. Теперь по ночам с четверга на пятницу с 0 до 3 часов программу «Один» ведет журналист Дмитрий Быков. В рамках проекта «Эхо Москвы без купер» в эту среду у вас есть возможность задать вопросы журналисту, автору популярных телепроектов, многократному лауреату Тефи Леониду Парфенову. А в пятницу читайте его ответы без купер на сайте «Эхо». «Эхо Москвы» под знаком разворота. Разворачиваемся с понедельника по пятницу утром и днем. В прямом эфире главные темы суток, рассказы наших корреспондентов и мнения экспертов, опросы и голосования, споры со слушателями по жгучим вопросам. Развороты на «Эхе Москвы» по будням. С девяти до одиннадцати и с четырнадцати до семнадцати. Вы слушаете «Эхо Москвы»? Телефон прямого эфира 363-365-9 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. И вызван аккаунт Твиттера. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник, политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович упомянул восток Украины. Вот тут был один вопрос, который задал наш слушатель по поводу того, а где, собственно, куда все пропали наши любимцы с востока Украины и какова должна быть их дальнейшая судьба? Где экипаж российского Боинга? Боинга, который сбил Боинг, почему их не допрашивают? Как бы вообще теперь эти люди куда-то уйдут в небытие? Ну, во-первых, плацдарм держится по-прежнему, и они с поддержкой. Она все-таки стоит на своих ногах. И это уже, понимаете, это жизнь. Там очень много вид источников информации о том, как можно прочесть в сетях. Вот такая странная, ну, по-своему, уже повседневность человеческая. Люди обжили эту ситуацию. Их значительно меньше, чем было там раньше. Они уже не ждут чудес. Чудес, они понимают, не будут. Но они в то же время не готовы слиться с остальной Украиной. Тем более, что не сахар тоже. И вот такая мирная ситуация, вот это, она дает, видимо, как бы уравниваться положению по обе стороны фронта. Уже без утопия, сияющей мечты нет, а жить надо. Есть вода, есть, более-менее, тепло, энергия, промтовары, работа. Ну, подождите, эти люди, насколько я понимаю, часть из них вообще российские граждане, по идее, там, рассчитывали на некую власть. Да, рассчитывали. Ну, у нас что, слушайте, они просто там будут жить? Мы, что ли, здесь не рассчитывали на самые разные вещи? Тоже рассчитывали, ничего. Ну, кто приехал туда воевать, именно воевать, тот, наверное, и уедет, когда ему позволят присяг, как говорится, и приказ. А если он волонтер, многие уехали, многие уехали, ведь это видно, они в сетях, вот, ну, Стрелков тут, даже в политической деятельности уже. И интересно, что он в окружении людей из Якунинского, в прошлом этого, института, мозгового центра. Боже мой. Называемый Солакшин, да, да. Тоже там, понимаете, голод не тетка, вот, все-таки РЖД — это одно дело, а патриотип... Патриотизм, в общем, без РЖД — это уже более такой, поджарый бюджетный патриотизм. И мы не будем, я имею в виду Россия, не будет больше этими людьми, как бы, заниматься. Не к суду привлекать, если были какие-то... Нет, забудьте, не на то, чтобы как-то этих людей поднять, не чтобы их как-то шельмовать, просто... Просто этих людей для нас нет. Да, как-то, как в поговорке, да, тело-то заплывчиво, то есть оно исчезло, все, а теперь вот ИГИЛ. У нас ИГИЛ, да, вот мы, которым мы не... уж точно, значит, сказать, разница между шиитами и суннитами нас не интересовала и не волновала год назад совершенно. А вот теперь мы уже специалисты, вот у нас уже очень много... Собственно, все политологи преобразовались в геологов, и они теперь рассказывают, как... Как нам обустроить Сирию, Северную Пальмину? Ну, скажите, ведь, по-моему, никто не... я не слышала людей, которые бы сказали, что они видят какую-то конкретную задачу. Вот чем должна закончиться операция в Сирии? Сомненно, описано, что операция в Сирии закончится в момент, когда можно будет, как бы, элегантно уйти. А в каком случае можно элегантно уйти? Ну, в очень многих. Ассад победил на новых выборах? Ну, нет, это мало. Вероятно, что он победит на каких-то выборах, если, может быть, только муниципальных в одном из районов столицы. А я думаю, что это может быть взятие иранскими войсками какого-нибудь крупного центра, потому что кто-то... кому-то же надо брать там, да, наших войск в достаточном сухопутных количестве. Там нет, значит, есть иранские войска, это сильные войска, вот, и, в общем, они могут подготовить свой удар, но, правда, уже сейчас и ИГИЛ готовит контрудар. Поэтому всё будет непросто. Здесь надо выбрать, с моей точки зрения, момент, когда этот уход будет временным, как бы, уходом. Потому что, ну, мы не можем всё время переходить из одной горячей точки в другую, да, из Сирии, там, в Ирак. Скажем, это уже будет too much, и народ этого не поймёт. Вы думаете? Нет, не поймёт. А вот, кстати, народ спрашивает, какая-то же должна быть следующая тогда точка? Нет, ну, есть... народ, он разный, как вы знаете, да, значит, есть политически озабоченные люди, особенно возраста моего и старше, которые только всё время вот по карте и следят за происходящим. И к какому выводу приходят такие люди? Кстати, они очень интересны, что вот сейчас прошли выборы на Украине, и там тоже получилась такая смешная ситуация, что молодёжь вся осталась дома, а пришли только вот политизированные старики. Тесные электорики. И вот, в общем, да, и, в общем, значит, спутали карты всем, всем. И оппозиции, и власти, значит, сказать, очень забавно. В России, по-моему, тоже это неоднократно наблюдалось? Ну, у нас всё-таки у нас более... Вот красный пояс, у нас говорили там. Мы забудем про красный пояс, если коммунисты вернутся, они вернутся, это не исключено, но они уже, я имею в виду, усилятся, но это будет выглядеть иначе. Красного пояса больше нет. Сейчас люди как бы разными способами имитируют занятость, имитируют содержание жизни, какую-то лояльность и вот приверженность Путину, это ведь тоже такие имитации. имитации, они же не готовы, так сказать, ну, вот лично, там, не знаю, там, не знаю, пойти и прикрыть президента. Ах, вот как? Ну, как, да. Я не вижу таких людей, которые идут и прикрывают президента. Вот был, рассказывал, когда-то к Спасским воротам, стучал в них и говорил, берегите товарища Сталина. Ну, в конце концов, его, естественно, посадили. Но он искренне не видел ни одного. Скажите, пожалуйста, какая ситуация или информация может радикально изменить отношение к власти сейчас в стране? Связанное с чем? Войну пробовали, войну с Украиной пробовали, войну с Америкой, можно сказать, пробовали. Какой вариант подействует? Никакая? Никакая, никакая, и я думаю, что это, я готов это объяснить, но... Ну, в следующей части нашей программы, хорошо. Про никакую тему поговорим в следующей части программы «Особое мнение». Это Глеб Павловский, политолог, со своим особым мнением. Никуда не уходите. Да, да я вижу, вижу все, я все аккуратно, мы... А там, ну, машины разнервничают. А что разнервничают? Глобально задаешь, по-моему, двумя словами... Кидаешь, кидаешь удочку, все сидят, ждут. Это же нормально, как бы хотели. А то мы сейчас все, закроем тему и разошлись. Да вроде ничего, я такая пунцовая, что мне все равно. Ой. Нет, меня нельзя просто пригласить попить кофе в свободное время. Особенно, если вы не подписываетесь. Я как-то не готова. ...иск Роспотребнадзора, защищавшего интересы девушки-инвалида Оксаны Водяновой, которую в августе выгнали из Нижегородского кафе. Речь идет о возмещении морального вреда, сообщил ТАСС, представитель суда. Рассказать какие-либо подробности он отказался, так как решение пока не вступило в законную силу. Ответчиком в суде выступала компания, которая принадлежит кафе. Роспотребнадзор в своем эске заявил, что были нарушены права потребителей... Мне очень понравилась сентенция слушательницы Натальи из Москвы. При всем уважении к вам, задаю вопрос, чтобы вычеркнуть предложенные вами варианты из списка возможных действий Кремля. Мы уже убедились хотя бы на примере рокировки Путина-Медведев-Путин и мгновенного перехода от Новороссии к Сирии, что Кремль действует вопреки предсказаниям любых аналитиков и политологов, пусть даже самых лучших. Поэтому такой детский вариант. Вы сейчас все перечислите, плохое, что может случиться, значит его не случится. Ну что же, такой вариант возможен, но на это тоже не стоит надеяться. Вдруг как раз Павловский угадает. Ну, у вас специфический комментарий. Да, разные люди. Ну, не знаю, мне тоже несколько лет назад было трудно было себе представить о реальных военных действиях на территории соседней страны. Просто, ну, даже вообразительно. Вроде Грузию проходили, и уже вроде все, уже все галки поставлены, все уже понятно. Нет, почему нет? Все можем. Все не может быть, но кое-что вам мало. Не так много надо, чтобы заполнить наше внимание, привлечь его. Ну, в принципе, да. Миллионы скрынник, и все уже оживились. Она говорит, нет, а швейцарская там какая-то прокуратура говорит, да, пожалуйста, вот. Да, просто я про них забыл. Нет, она сказала, у нее денег таких не было. Проценты наросли. Вообще, меня больше всего пугают люди, которые, ну, реально решают какие-то задачи. Вот как Центробанк, например, да, вот, ну, конкретно и что-то должны планировать. Я не знаю, как они вообще соглашаются в такую работу. Ну, правда, это же... Нет, у них совершенно, у них свой мир цифр, который, как у математиков, ничем не соотносится, они живут отдельно совершенно. Они контролируют несколько параметров, а остальные игнорируют. Поэтому им опасно доверяться в другой ситуации. Ну, они могут прийти и сказать, что, чтобы была вот здесь вот такая цифра, нужно сделать то-то и то-то. Ну, скажите, идите. Да, ну, в ограниченных пределах это работает. Ну, конечно, управлять так экономикой, тем более страной, так нельзя. Радиоэхо Москвы и компания RTBI представляют программу «Особое мнение». Снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Журавлёва, мой собеседник политолог Глеб Павловский, который сказал, что нет такой информации или ситуации, которая может радикально изменить отношения. То, на что мы обращаем такое жаркое, яростное внимание, это проявление, в общем, антигосударственности отдельными, в том числе и государственными структурами. Но, вообще-то говоря, люди, есть люди, которые работают, есть люди, которые управляют, есть чиновники, которые что-то делают и делают искренне. Все же коррумпированы, да? Когда мы описываем это как мир, так сказать, тотального абсурда и коррупции, мы просто обманываем, потому что мы же пользуемся услугами тех, кто что-то делает. Вот. Их немало. Ну, вы же сами сказали, что все коррумпированы, значит, тотальная коррупция. Я все коррумпированы? Что такое все коррумпированы? Нет. Ну, как это все коррумпированы? Что это значит? Все испорчены, это значит, что одни мы, только с вами в Белом. Мы тоже коррумпированы. Вот, и мы коррумпированы, да. Но тогда можно это вынести за скобки и жить дальше. Проблема в том, что постепенно люди устают от вот этих, как бы... В сущности, на самом деле, негосударственных зигзагов вверху, на среднем уровне, то есть от войн в аппарате, от войн аппарата... Так, рейтинг растет, там, правда, уже социологи у нас научились высчитывать десятые доли процента, что просто невозможно социологически. Ну, ладно, бог с ними, значит, они оставим это, так сказать, им уже надо что-то показывать, им тоже надо отчитываться. Ну, в принципе, люди считают, что Путин ни к чему не имеет отношения. Высокий рейтинг Путина связан с тем, что Путин уже ни к чему не имеет отношения. Он выше, он выше всего. В нем осталось только... Все только прекрасное... Вот, мания и руки, совершенно верно. Вот, сказать, жестикуляции, жестикуляции, слова жестикуляции... ...симпатичны, то, как он говорит. Кто-то, может быть, уже устал, если его внимательно, слишком давно, слишком внимательно слушал. А кто-то готов слушать и слушать. Это ведь ситуация... Вот здесь важный момент. Это не значит, что люди в какой-то момент не забудут фигуру так же, как они забыли Восточную Украину. Наступает... Вот однажды наступает момент, я почему упомянул Керенского, в который люди вдруг... А чем станет этот человек? У них возникает такой вопрос. А он что-то делает вообще? Он имеет чему-то... И в этот момент, справедливо или несправедливо, их внимание переключается на другого. И вот это опасный... И в этот момент, потому что совершенно нельзя предсказать, на кого он переключится. Я подозреваю, что не на почтенных деятелей нашей оппозиции, потому что, в общем, они, как и Путин, слишком хороши для этого происходят. Не знаю, маленькую пенсию на то, на другое. И каждый раз, вот как вы и сказали, к Путину это не претензия. А кому, собственно, вот эти все недовольства должны, к чему, к кому должны, в конце концов, обратиться, если усталость наступит, и люди уже поймут, что все-таки что-то как-то слишком. А понимаете, обратиться... Пока люди обращаются с возражениями, жалобами, запросами, то они поддерживают статус-кво. Потому что, значит, я обращаюсь с жалобой в инстанцию, значит, я признаю эту инстанцию и жду от нее, что она что-то сделает. А когда перелом наступает, когда они уже не обращаются с жалобами... А они говорят тогда иначе. А где вообще дееспособная власть? Тогда они перестают жаловаться. Понимаете, вот здесь важный момент. Они перестают жаловаться, они не протестуют. Протестуют. Перестаете для них существовать. И они ищут, как бы, государство в другом месте. Не за границей, а здесь же в стране. Но в их представлении потенциальной властью становится что-то другое, кто-то другой. Вот я думаю, что по этой модели мы и движемся. Хорошо это или плохо. Тем более, что она накатана у нас. У нас она несколько раз в разных вариантах, не только в 17-м году, она имела место. Просто в какой-то момент, как изменяется подсветка, да, разные формы освещения одной комнаты дают его освещение разных комнат. Вдруг отключаются эти лампочки, хотя работают, и телевидение, и все, и доли аудитории те же. Но потом у нее и рухнут. Но и вдруг у людей в голове уже другое кино. В этом развале страны, о котором говорят достаточно часто. Почему развал страны? Почему это связано с развалом страны? Ну, потому что, конечно, нужно ориентироваться на какой-то свой внутренний центр, и потихоньку связь теряется. Ну, простите, так во всем мире люди живут, ориентируясь на внутренний центр, на близких, на свою родину. И, вообще-то говоря, в России называли не страну, а село, в котором они живут. Поэтому от этого развала страны не происходит. А от чего происходит? Развал страны, на самом деле, это эксклюзивная вещь. Надо очень поработать, чтобы произошел развал страны, как у нас было. Это комплексная процедура, сочетающая недомыслие с идеализмом, а также с этническими лобби. Тут много очень факторов. Я сейчас не хочу возвращаться к этой теме. Нет, никаких предпосылок нет. Я думаю, произойдет скорее вот такое оседание вот этого раздувшегося виртуального облака, который там конкурирует с Америкой. И с западом, значит, на земли русские, татарские и так далее, земли в пределах Российской Федерации люди будут больше... Какой путь, когда скверно управляются, значит, город, регион и так далее. То есть, все эти проблемы решаются на этом уровне. Они не решаются на уровне Москвы. Собственно говоря, Москва подгребает под себя проблемы, а потом их не решает. Ну, подождите, как раз вот против этого были сделаны все возможные процедуры. Площадку детскую надо где-то там на Урале в городе организовать. Позвони Путину, тебе будет завтра площадка. Нужно билет на елку в Кремль? Будьте наде. Это один раз во время этого самого прямой линии. Во время прямой линии. Один раз люди все время туда с частными проблемами обращаются. У нас площадки детские все-таки. Ну, не будем очарнять. Не будем очарнять. Площадки строятся. В одних случаях и строят завод, другой, значит, там, леспромхоз местный, значит, так далее. Вы знаете, как-то все это в некоторых случаях даже получается. Вы какой-то светлый... Проблема в том, что, да, в промежутке где-то будет 25 октября 2017 года. О, ну, как мило. Да, как бы белый воин, смелый воин. Но сначала, значит, вот... Путина. Точно, да, он сохраняется. Я приложил руку к нему. Вас спрашивали, приложили ли вы руку к нему? Я приложил, а что тут греха таить? Я приложил тоже к нему руку. Я даже прямо так это и называл. А зачем вам это было? Какую задачу себе ставили? Нет, тогда была другая политическая ситуация, другая задача. Задачей было обеспечить переход, транзит власти без разрушения политической системы. То есть, политичность имеет объединяющий смысл. Прямо скажу, да. Тогда, казалось, мы недооценивали прочности собственной страны. Потому что мы трепетали перед ним. Как это Путин передаст президентские полномочия другому кандидату? Это же ужас. А вдруг здесь вот здесь все и рухнет? Вот. Да вы его обожали, я вижу. Вот, да. А оказалось, что... А почему, собственно, он должен был... Смотрите, передал, и не только ничего не рухнуло, а этого почти никто и не заметил. Да? То есть, все настолько было прочно. А когда стало рушиться? А стало рушиться, когда начались вот известные преобразования третьего срока. Вот тут стало все качаться, колебаться и так далее. Но все равно страна-то не рушится. Страна не рушится. И страна не рухнет. А она, как бы, изменится. Пустячок, а приятно. Это политолог Глеб Павловский со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго. Как интересно вы... Вы на это вышли. А вы меня оттуда не вывели? Да, я... Ну, я... Мне же тоже интересно. Это может вывести... Заведет! Да, заведет! Заведет еще и вывели. Всего доброго. До свидания. Вы еще ответьте на вопрос. Да, вы еще ответите. Вы еще ответите. Давайте, давайте, давайте. 30 октября, день политзаключен. Есть ли в современной России узники совести? В России есть узники совести. Несомненно. Хотя в совершенно другом смысле уже, чем в 70-е годы. Есть люди, которые... Есть просто люди, которые несправедливо осужденные. И на которых государство просто рухнуло, обвалилось. Так сказать, раздавило их и отправило в зону. А есть люди, которые сделали выбор. Собственно говоря, узник совести это человек, который сделал выбор. Который мог бы уйти от этого выбора, а он от него не ушел. Такие люди есть. Это люди, которые выходили на болотную. Это люди, которые выступают с теми или иными, там, так сказать, с национальной программой, с какими-то ценностями, значит, которые они предлагают, а их преследуют за это. Это, в общем, понятно. То есть, в основе узник совести это тот, кто рискнул своей свободой, чтобы доказать свое право на убеждение. А может ли банкротство компании Трансайра вызвать необратимое подорожание билетов? То, что на Востоке вообще там заоблачные цены. Ну, банкротство Трансайра так, как оно было произведено, то есть, наихудшим, видимо, образом, каким только можно представить, что банкротство в такой крупной компании вообще неприятная вещь. И оно в любом случае, кризис Трансайра, а кризис был, повлиял бы на цены, на рост цен, несомненно. Это можно было ожидать. Но то, как это было сделано, пустило в волну. Это произведено, то есть, наихудшим, видимо, образом, каким только можно представить, что банкротство в такой крупной компании вообще неприятная вещь. И оно в любом случае, кризис Трансайра, а кризис был, повлиял бы на цены, на рост цен, несомненно. Это можно было ожидать. Но то, как это было сделано, пустило в волну паники по целому сектору, авиасектору, по перевозкам, по туристскому сектору. И, конечно, паника просто нагревает цены. А вот имел ли, мне вообще не понятно, человек, пропагандистский эффект предоставляя гражданство малоизвестному баксу с великими писателями, мы их будем вам показывать.